здравствуйте дорогие друзья у нас середина лета мы находимся в питомнике который называется губ центральная находится он в поселке селекционная станция нижегородской области татьяна викторовна талызина его руководители мы сейчас поговорим о жимолости было очень много вопросов о том от чего сохнут веточки жимолости что делать и как нужно защищать такие растения вот посмотрите тоже срезанные ветки вот и у вас там в руке вот я подобрала до характерный такой вот поражение вместе с листьями отмечают листья сохнут это один из так ну я что хочу про жимолость сказать вот это все почему много вопросов потому что это еще для нас новое потому что для нас раньше жимолость была неубиваемая и не было вредителей не было болезней пришла она к нам из сибири с дальнего востока и ничего она никаких наших бед не знала а теперь не то оттуда пришли не то наши почувствовали вредители всевозможные что вот можно лакомиться вот ей ну вот навалились и сейчас то есть сейчас она поражается и тлей у меня пока я не видела но говорят что на молодых вот побегах вот молодой побег появляется и тля дальше из листогрызущих вот мотыльки которые прямо до дыр объедают вот эти молодые листочки вы вот посмотрите но самое страшное это когда вот сухнут целые веточки иногда это происходит вот первые высыхания иногда вот я отмечал тоже в этом году прямо с ягодами вот собираемся где-то конец мая да да конец мая когда только-только вот начинают еще окрашиваться думаем вот сейчас скоро уже будут готовы ягоды вдруг отдельные ветки начинают усыхать у них вот мельчают листья то есть они не мельчают у них новые то отрастают а они останавливаются в росте съеживаются и вот засыхают иногда вот примут совсем вот полностью вот у меня ответ это говорят что это вредитель который называется златка да это такой жучок насекомые которые откладывает говорят что в побег именно во взрослые молодые побеги как правило вот которые вот растение пока сажаешь год-два но не страдает да а потом вот во взрослых и его найти очень трудно потому что он там скрытный даже вот как если срезать куст смородины когда стеклянницы пораженные да вот если засыхают ветка у смородины можно срезать и посмотреть там есть ход вот чего нет тогда версию смородины видно что там ху вот где-то там ход ходит стеклянница вот эта личинка а здесь нет и вот мы тоже разбирались тут сельхозакадемии приезжали мы смотрели говорю где же вот ход оказывается под корой прямо он очень мелкий и вот двигается там прямо по спирали вот под корой его только с микроскопом там вот можно определить и что нужно делать вот чтобы остановить этого вредителя ну хотя бы вот когда с ягодами у меня вот тут вот тоже проблема получилось что я не знала как же обрабатывать потому что жимолость она ягода ранее поэтому тут вроде бы как-то с весной крыжовник там смородину можно обработать еще до потребления это долго а тут вот уже он то цветется сразу ягода у него наливает поэтому срочно вырезаете вот срочно как изменилась вот внешность вот у побегут лучше вырезать и выбрасывать его сжигать и после того как от плодоносил обрабатываете системными инсектицидами то есть здесь простые настои людей не действует потому что он там глубину глубоко внутри системное это значит что препарат должен впитаться да 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 поедая вот само вот это растение то есть это не контактный то есть не попала на нее на личинку и она умерла но этот он тоже действует так но ее там не достать поэтому она внутри кишечные до кишечный способ так еще раз значит вот сравнивают со стеклянницей но стеклянница оставляет ход да и явно видно что это насекомое не увидите вот и пишут нам садоводы что никого нет никаких вредителей нет а на самом деле он микроскопический он есть и даже вот микроскоп видно где вход да да и там посмотреть это вот если вот ввести куда-то в лаборатории там конечно определят точно но мне как сказали вот заметила вырезает тут же и после того как от плодоносила вот хотя бы раз в месяц вот этим вот опрыскивать но не просто вот так сверху но и стараться пролить вот весь курс туда внизу нижнюю часть опрыснули все как следует так вот системные препараты как определить на них бывает написано с обратной стороны что это система это вот конфидор командор актара вот танрек танрека сюда тоже вот такие препараты ну что ж вот замечательная ягода надо спасать да да потому что жалко когда вот только вступает в силу ведь она плодоносить начинает как раз на второй на третий год после посадки вот в силу входит и начинается вот такое резкое усыхание бороться надо ну то есть если мы прогоним вот во второй половине дня не дать года до вообще не дадим ему туда закрепиться то скорее всего и весну мы сможем продержаться пока у них там начнется лед дам уже вот так будет следующая работа да вот еще по поводу взрослых насекомых мы их не увидим потому что это совершенно неприметный марка справила не такие да 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 и поэтому мы не можем определить это не вот тебе бабочка нет это мелкий жучок я тоже интересовалась и мне объяснили что это очень мелкий невзрачный жучок который вот откладывает вот такой вот он ну что ж дорогие друзья очень хорошие полезные ягода если у вас есть вот такие вот усохшие побеги среждаем захватом дорога части все это в костер несем и опрыскиваем системными препаратами до опрыскиваем Продолжение следует...